так значит дебаггер а ну давайте же так да значит о, сюда иди если чуть развернуться, то иди сюда все здесь, вот сюда ты туда не поехал? ну сначала еду, еду, на автотуозе а, то есть ты все таки проверил почту, да? так значит рассказывать буду про дебаггер значит давайте тихо тихо так значит у нас есть какой-то что это за? ага так у нас есть ап хорошо да и конечно чтобы музычку чуть потешить было бы чуть-чуть 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 ну ладно да ладно, давай ну блин, я думал чуть-чуть можно ладно ладно значит значит дебаггер это чтобы у вас нормально это получалось программировать я вам не давал ну потому что первые это когда люди начинают то они им хоть и говоришь про дебаггер дебаггер что надо все в дебаггере у меня даже некоторые сотрудники до сих пор хоть они знают что есть дебаггер у них все для этого можно настроить все равно долбаные консоли логи консоли логи файл куда-нибудь или еще какая-то херня вот все это неправильно все это неудобно мой один этот мой друг он тогда начинал но у него не было образования какого-то вообще какого-то специализирования то есть вообще никакого образования вот ну то есть он там сам как-то там паял чего-то мобильники там что-то ремонтировал куда-то сюда просто математику хорошо знал то есть на программирование никакого не было вообще восприятия и он говорил этот он на андроиде писал что он говорил андроид вообще сложно потому что это же в мобильнике то есть ну блин даже не на компе если хотя бы на компе да там как-то что-то вот и он говорил у него просто простыня из логов понимаете то есть просто каждая строчка зашел туда-то сделал то-то значение вот это перемены и он говорит я просто изучал эти логи как письмена знать там заходишь и посыпалась что-то не получилось и он такой скролли скролли и просто знает все он говорит типа были эти времена это вот это вот вот такое было правильно потом когда все таки ему вдолбили что типа чувак есть дебазер посмотри ставишь точку и просто смотришь в программе у себя в ходе что у тебя происходит это такой америка девушка это мир а ну ладно то ты вот это хотел ну ладно все спросишь вот то есть ну это должно быть абсолютно нормально единственное оправданное как мне кажется где нужно писать всякие какие-то логи это когда у вас происходит куча какого-то асинхронного кода то есть например ну 10 от которых не зависите там например какой-то сервис сам генерит какие-то события что-то вам присылает и параллельно вы еще что-то делаете и вы просто не можете поставить этот сервис на паузу чтобы посмотреть шоу ну или там знаете ли типа к вам данный вот так вот сыпется 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 и типа и вы ставите паузу и короче и вы не можете нормально как-то определить что вообще происходит ну типа как-то куча всего все валится и вам параллельно нужно это все смотреть там например а вот у меня у меня например телефония то есть кто-то звонит и у меня посыпали события подключение чё-то чё-то коннект объединение чё-то чё-то палец 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 я не могу это остановить это дело там я могу поставить на одном поставить одно событие посмотреть я такой посмотрел говорю окей дальше а там дальше уже все уже звонок идет уже пошел это то есть не так что следующее событие что там по очереди да там то есть когда у вас например событие выгибаете там клик после него навел то вы как бы остановились все остановилось все приложение остановилось вы изучаете положение где нажали play дальше перешли к следующему состоянии нажали остановить чик чик и вот так вот все приложение работает а когда извне что-то валит то это сложно остановить и и изучить вот значит ну самый простой пример да давайте какой-то цикл например у нас есть например массив какой-нибудь да и например у нас будет у нас будет например и форыч какой-то о боже мой какие-то блин автокомплиты так ну и вот тут мы будем делать а давайте кстати о роде рэдюс играй ты помнишь что такое рэдюс у массива рэдюс он работает как это метод массива если ты не передал начальный не давай начали есть начальный параметр любой это может быть абсолютно любое что-либо вообще число что угодно например 0 число и рэдюс тебе будет вызывать для каждого элемента твою функцию и первым параметром будет вот этот начальный параметр давай назовем его сумма а следующий это элемент массива и причем после первой итерации сам будет 0 а в следующей итерации он будет равен тому что ты вернешь в этой переменной то есть если я вернул скажу рэдюс рэдюс сам плюс таким то в следующей итерации сам будет уже один во второй итерации сам один айтим будет 2 мы делаем 1 плюс 2 то есть когда дойдем до тройки то сам уже будет 3 то есть у тебя будет 3 плюс 3 и потом ну мы соответственно суммируем 3 плюс 3 дальше элементов нету результат 6 и он вернет в игрек попадет 6 вот мы например можем таким чудом ну делать там строки до суммировать сделать например строка и например плюсовое число плюс запятая не знаю ну то есть такой еще более удобный способ если у вас например массив массивов например вот такое да и вы делаете начальный это пустой массив и делаете в первой итерации у нас сам это пустой массив айтим это вот этот вот массив и мы делаем пустой массив плюс вот этот ну плюс конкад вот этот массив получаем просто вот этот массив Во второй итерации у нас сам будет вот этот массив и 3. Вот этот массив конка 3 будет массив 1, 2, 3. И на выходе мы получаем чистый массив 1, 2, 3. Ну, соответственно, если тут будут какие-то другие массивы, то есть если у нас массив из массивов и чисел, то мы его просто превращаем в массив чисел из вот этих значений. То есть по сути мы типа, как это, делаем плоским этот массив. Также у нас типа двумерный. Вот, ну и таких штук можно, ну, разные штуки делать. Вот, ну и это, соответственно, без создания каких-то посреднических переменных, без всяких ифов, без всякого такого, ну, то есть удобно. Минимум кода, минимум метод. Если же мы не указываем первый элемент, то сам и в первой итерации, сам и ITM, сам это будет первый элемент массива, ITM это второй элемент массива. А в следующих итерациях сам снова будет результатом предыдущего. То есть, например, если у тебя числа и тебе нужно просто найти сумму, то тебе ноль по сути не нужен. Ты просто говоришь сам плюс ITM, то есть будет первый плюс второй, а потом предыдущий плюс третий, предыдущий плюс четвертый. То есть по херу. вот ну и соответственно а давайте так и сделаем удобно будет вот так вот будет интересно вот и значит и например у нас там дальше будет не знаю что-то с этим кодом что-то что-то дальше что мы делаем с этим игреком значит открываем ой значит chrome chrome сейчас самый идеальный в плане дебага chrome ну раньше стандартом был фаербак это короче был плагин для firefox и он был тоже очень крутым то есть плагин просто охрененно крутой в какой когда-то был то есть реально все у него просто отсосы вот а потом появился chrome и начал пилять свой дебаггер который встроен в браузер то есть то был плагин типа да и типа ну и этот фаербак он форсил ну типа разработчики плагина активно работали с разработчиками своего браузера и говорили типа чуваки дайте вот такую возможность дайте секую возможность потому что это плагин да то есть разработчики браузера думали что типа ну что там нужно людям да а чтоб дебагжить там же до хера всего нужно и типа ну и там и этот процесс ушел типа не очень знаете как вот эти же решили что типа блин дебаггер должен быть встроен в браузер и должен использовать просто на всю мощь все что можно он должен использовать в общем f12 вот значит ну соответственно вы наверняка уже половину из этих всех элементов видели да собственно html нуга вот ну там еще всякие плагины тоже дима есть значит sources это то что мы сегодня будем юзать network в основном интересно только вот этот переключатели видеть загрузку разных этих то есть вот тут можно вот джесс а типа надо перезагрузить да и он показывать типа какие загрузили джесс файлы вон с какого размера сколько времени потребовалось и загрузить там css файлы мэйдж файлы какие-то медиа шрифты док это типа html и всякие вот снова таки сколько размер за времени потребовалось вот это вот сокета кстати вот манифесты даже не знаешь все остальное по регулярке можно отфильтровывать например это просто отфильтровать какие-то запросы и можно даже регулярно то есть типа только мне показывать только запросы по по такому правилу который пропускает какая-то регуляция нас вот это xhr это аякс будет в основном таймлайн это всякий там по моему рендеры вон фпс капу нет это уже high level профайл это тоже там типа загрузку цепью приложение всякое такое в application тут вот например можно посмотреть кулки которые у нас есть вот например ведь а пешки шторм добавил свою кулку вон всякий индекс дебе и сторожи подождите в баске и и сэшом локасорку и сервис в орбис манипест что такое манипест я не знаю что такое манипест кэш storage application кэш пока что ничего аудиты но это тоже аудиты типа смотреть какое сколько памяти жрется где она утекает тоже очень серьезная тема security даже не знаю что такое ну и консолька где мы постоянно вот это вот работаем тут тоже вон можно показывать только эроры ворнинги спрятать нетворковские ошибки то есть например не нашел файл или еще какая-то термия то есть обычно она сюда выплевывается можно спрятать значит на сам нам интересен source ну естественно этот код уже выполнился поэтому тут останавливать прямо сейчас уже бессмысленно но вот собственно когда мы хотим что-то подображать то есть посмотреть каком состоянии находится приложение в тот или иной момент времени да мы просто ставим брэкпоинт то есть на строчке вот все вот тут у нас в закладке брэкпоинт появляются все наши брэкпоинты которые мы там добавляли их можно на время это если они вам надоели отключить ну типа можно вообще можно просто правой деактивейт там когда их дофига то деактивейт дизейбл пол раму пол раму ну то есть удалить вообще брэкпоинт и всякое такое вот как правило удаляюсь вот значит очень удобно начинаем ну давайте вот тут поставим тут уже надо перезагружать и и все можно просто тупо наводить на переменные и она будет показываем результат то есть массив и звук элементов длина прототайп что у него там за прототип можем вот тут тут просочек после скулт о бля тут глобальный скул давайте запихнем это все функцию чтобы как правило весь ваш код он будет в той или какой-то функции прям так писать не не сильно красиво все понимаешь что я сделал функция да 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 потому что плюс он заставляет воспринимает джаваскрипт машину что это не конструкция function да который потом является заранее все дела а это уже как это экспрессион выражение то есть ну как плюс один да то есть он заставляет после плюса значение как то есть он заставляет после плюса я не превратился в число то есть вы можете написать плюс и все что угодно это называется кумарной операцию то есть просто как плюс и минус понять понятно что число по умолчанию оно положительнее но вы можете писать грузаки да то есть кос hijos присвоит плюс один или минус 1, то есть вы говорите конкретно какой. Просто по умолчанию все числа и так положительные, поэтому плюс не ставим. Соответственно, вы можете сказать минус y, да, то есть вы берете y и у вас унарная операция превращения его в отрицательное число. Вот. Либо же, если оно уже отрицательное, то положительное. Вот. И, соответственно, если стоит плюс функция, он просто воспринимет это как унарная операция, и просто он сначала этот, и он эту функцию собственно, но ее все равно но ее все равно надо вызвать. Ну, а у стани дужки надо? Да, у стани дужки, да. Просто есть чувак такой крокфорд. Чувак по яблоскрипту этот, типа, который уже столько обстоял, то он говорил, есть разные способы объявить самовызывающуюся функцию. Восклицательный знак, там, туда, сюда. Вот. Ну, вот так вот дужками он говорит, что так вы четко видите, что типа, тут что-то необычное. То есть, знаешь, когда человек видит плюс функция, он немного стремается. Вот. А так он, типа, говорит, что так оно более очевидно. Знаете, что вот это, вот эта функция, и вот мы в конце ее вызывает. Что? Вот это более как бы, понятный, самый понятный вариант самой вызывающейся функции. Вот. Я иногда еще ставлю точку запятой в начале, потому что... Защита дуракову, да? Да, 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 да. Потому что, когда этот файл могут минифицировать, ну, склеивать там с другими файлами, чтобы сделать один большой файл, то тот файл мог заканчиваться, например, на, знаете, на просто, на x. Да? Вот просто файл заканчивается просто там. Не знаю зачем. Или же, там, например, или же он может заканчиваться на что-то понятное, например, 2x, 1x, а изд. Вот он заканчивается на вот такую штуку. Как бы нормально, да? А у меня начинается, а у меня файл начинается с вот такой штуки. И в результате, вы понимаете, то есть получится, если его слепят, то получится, что это не просто присвоение свойств ASD-Y, а это вызов типа метода ASD, передача ему функции, результат, типа должен быть тоже функция, которую тоже надо вызвать, и уже этот результат передать ему. То есть, ну, совсем другая хрень. А если у меня вот тут стояла точка запятой, то даже если тут стояла точка запятой, то похер. Ну, типа, мы можем наставить столько точек запятой, что конкатим. Такое, знаете, в принципе, никто не заморачивается, потому что хорошие конкатинаторы, они должны Enter все равно вставить. Или же сами вставить эту точку запятой, на всякий случай. Вот, ну, такое, знаете, так ты точно, знаете, вот прям вообще. Да, всякий случай. Вот, начало, знаете, такое. Вот, окей. Вот. И вот тут вот, и вот все, скоуп. во-первых, вкладка CallStack, в ней вы можете вернуться на этот, я покажу, типа, откуда это было, чик, он мне показал, что я зашел в эту функцию, вот тут. То есть, мы создали функцию, и тут ее вызвали. Ну, то есть, тут могли быть какие-то параметры, и тут этих вызовов может дохерище быть. Вот. И, значит, и вот тут вы видите, что тут Ziz, что такое X, хотя Ziz тут и нету. Вы можете на крайняк зайти, можно этот, можно сюда в консоль заходить, можно нажать Escape, консолька появится снизу, и можно, например, узнать, что аргумент. Что массив. А, ну да, это же вызов вот этой функции. Мы же еще не в Reduce. Дуплю. И тут Ziz нету. То есть, ну, это вызвали с пустыми аргументами, нормас. Можете, например, типа, сделать какую-то калькуляцию, например, сами. Еще это не вышло, мы просто скопируем и заранее эту всю фигню вызовем. Типа, ну, то есть, у вас сейчас, в этот момент времени, полностью рабочие все переменные, полностью рабочие все переменные, полностью вся рабочая среда. Вы тупо остановились в этот момент времени и сделаете все, что хотите. Вызывайте функции, какие хотите, калькулируйте, все дела. То есть, у вас нет вообще никаких ограничений. Все. То есть, можете смотреть вот так вот, наводить, причем, можете вот так вот, видите, я навожу на Reduce, он показывает, что это функция Reduce. Вот. Можно добавить какие-нибудь вотчеров. То есть, например, если вот задолбалось все время проверять значение переменной x, да, там, типа, она постоянно меняется, вы там постоянно на нее смотреть не хотите, можете вот тут, брумс, впить и сказать какое-то выражение, например, x плюс y. Не знаю, зачем. Видите, он вам выдаст какой-то результат. Типа, можете просто сказать, там, просто x. Видите? И он показывает, что на этом шаге x равно вот тут. Вот. Ну, такое, знаете, чтобы постоянно не проверять значение какой-то переменной. Просто сделали и идете по шагам. Вот. И дальше, что у вас, что у вас есть? Собственно, у вас есть просто play, да, то есть, просто пустить дальше до следующего breakpoint или просто до конца выполнения текущей функции. Вот. Можно просто пропустить, то есть, просто перейти на следующую строчку выполнения, точнее, не строчку, а шаг выполнения. У нас, например, в одной строчке может быть вызов какой-то функции плюс вызов какой-то функции. То степ, он не перейдет на следующую строчку, он перейдет на вызов следующей функции. Потом следующий степ перейдет на суммирование этих двух результатов и уже следующий степ будет, типа, переход дальше. То есть, какие-то части, да, 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 пират. Я читал текст, например, когда я включаю библиотеку, чтобы я заходил внутрь этой библиотеки, и нам интересно, что происходит, то можно перейдет на следующий степень. Ну, да, 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 да. То есть, если тебе не интересен этот редюс, а ты хочешь сразу увидеть, чему ставить равен Y, ты можешь просто перескочить. Ну, типа, до следующей операции. А у нас вызов редюса и дальше Y. То есть, у нас может, может, после редюса быть точка map. То он сделал сначала reduce, потом map, потом еще что-то. Вот. Вот это, соответственно, вход. То есть, зайти. То есть, сейчас же JavaScript-машина, она же будет, ну, собственно, выполнять вот этот метод с вот этим параметром. Она зайдет внутрь этой функции. Вот. Ну, потому что это у нас native-функция. То есть, ее кода у нас нету. Она внутри JavaScript. То мы, скорее всего, охрененно знает, куда мы сейчас попадем. Давайте посмотрим. Мы сразу зайдем сюда. Ну, типа, того кода, который она выполняет, ну, он нативный, он в C, короче, мы его посмотреть не можем. Мы сразу попадаем сюда. И, соответственно, все переменные, вот то, что я говорил. Первый, это пустой массив. Это первый элемент массива, собственно. И, что четко, отличие, например, от Firebug, от встроенного Firebug в Firefox, что можно сделать степ, и он показывает return volume. то есть, как бы, что эта функция возвращает. Это очень удобно. Знаете, чтобы, ну, типа, ну, конечно, вы могли просто вот так вот выделить вот эту фигню, да, типа, и вот тут просто вот это вставить, и узнать, что оно вернет. Вот. Но, иногда, ну, если вы выполните этот код еще раз, то он вызовет какое-то, ну, какое-то дополнительное действие, которое вы не хотите, чтобы оно вам понравилось. То есть, вы хотите реально увидеть, что, что вернет эту функцию. И вот она покажет, return volume. Очень удобно. Давайте просто вот так вот поставим проект код и нажимаем play. Соответственно, у нас сам, все еще этот, item 3, return volume, 1, 2, 3. Так, ну, в данном случае, если буду говорить, надежнее просто ставить breakpoint. Знаете, типа, если вы не уверены, куда оно дальше будет идти, просто нажали, чик, попали вот сюда. Все, Y, X, делайте, что хотите. Все, замечательно. Значит, а вот это, а вот это выход из функции. Например, если бы дальше было, еще дофига каких-то действий, и мне они уже не интересны, но мне интересно, что будет после этой функции, да, то я говорю выйти. Видите, то есть, если бы, даже если там еще, внутри функции еще дофига всего чего-то, и, то я просто выхожу из этой функции, и попадаю на строчку, которая вот после нее. Ну, понятно, что там дальше ничего нету, типа, и Chrome мне просто дает сделать еще что-то последнее действие, то есть, дальше уже никаких степов нету, если я сейчас нажму дальше, то он просто куда-то дальше полетит, да. Ну, вот, но у вас есть возможность на вот этот момент времени, пока у вас тут что-то есть, еще что-то сделать, еще что-то покалькулировать, дальше нажали play, да. то есть, войти в функцию, это вот reduce, и вам хочется зайти, посмотреть на внутренности, собственно, этого reduce, да, ну, в нашем случае мы не можем, потому что это натемный метод, вот, а если бы это был не натемный, то мы бы увидели ее. Вот, например, сейчас с jQuery, посмотрим, что там реально делает jQuery. Вот. Ну, в этом reduce это был файл, как он из Google, да, сейчас, сейчас с jQuery поиграемся. Вот, выйти, это если вот вы насмотрелись на этот reduce, и вас неинтересно, вам интересно, что он вернет. То есть, по сути, этот, уже выйти на строчку, которая идет после вот этого reduce, этот, и вы говорите, выйти, то есть, выйти из этой, и попасть в точку, которая, вот, идет после reduce, то есть, выйти из функции. Вот. В принципе, некоторые люди просто ставят breakpoint после reduce, да, и типа говорят play, ну, типа, если, а если там идет, ну, как я говорил, вызов одной функции, плюс вызов другой функции, да, вы же не можете, проблема в том, что вы не можете поставить breakpoint, типа, да, в средине, вы можете только на строчку поставить. И типа, если вам хочется выйти из первой функции, и попасть во вторую, но вам уже неинтересно, что там дальше в первой делах, вы говорите выйти, вы попадаете на момент, что вот, сейчас я буду вызывать вторую функцию, и вы говорите зайти, чик он заходит, посмотрели, сказали выйти, он выходит, и он перед суммированием этих результатов. Интересно, наверное, результаты он вам не покажет, что он сейчас собирается суммировать. Вот. Ну, что-то типа, вы дальше можете, то есть, по сути, вы типа, выходите, заходите, то есть, вы можете тупо идти вместе, я буду скрыть машины, и смотреть все по строчкам, по точкам, и все дела. То есть, любой, любую божину, вот вы просто делаете, и не можете понять, что за херня происходит, почему оно не работает. ваше первое. 50 на 50. Первое вы гуглите. Знаете, может, это что-то простое, типа, why, типа, using, там, что-то, jQuery, CSS, returning, что-то, что-то. Или, например, я хотел через jQuery, CSS, important. Мне надо было сказать, background image, бла-бла-бла, important. Ну, знаете, типа, чтобы перебить, чтобы это другие. important не работает. jQuery не воспринимается? Не присваивает. видимо, important, вот этот флаг important, он делается не значением свойства, а каким-то, где-то, знаете, там, где-то какое-то свойство, надо сказать, true. И jQuery этого дела, ну, типа, они писали, что, короче, это слишком комплексная хрень, и они не собираются это дело фиксировать. Что, типа, люди, это слишком, ну, там, сделали, как-то, видимо, через жопу, и они не собираются этого делать. Все, я нашел, и такой, блин, вот, и буду решать, как-то, другим способом. Вот. В принципе, important, это плохо. Да, нежелательно. Иногда, конечно, можно, но нежелательно. Вот. И, собственно, это первое, первое, что вы должны сделать. Второе, если вы не находите, вы тупо берете, и заходите в фунт, и долгите. Типа, что, 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 что вы ожидаете, что вот, ну, типа, она должна вернуть такой-то результат. Вы просто заходите в функцию, ставите breakpoint в конце функции, доходите. Знаете, там происходит какое-то суммирование, не происходит, происходит суммирование, типа, вот это правильное значение, а вот это какая-то херня. Так, откуда берется вот это значение. Ставите breakpoint выше, снова доходите до него. И вот так вот. Либо отзада, что, если вы не знаете, что тут за херня, а если вы знаете, что в самом начале, типа, этапа, заходите, и вот это вот. Вот это сейчас такое значение, вот это такое значение. Дальше должно быть такое. Смотрите, 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 в какой-то момент, пустой массив. Стоп-п, что за херня, почему пустой массив? А ну назад. Типа, должен же в нем, что-то должно быть. Почему? Там какой-то if, какое-то значение, если if, и он присваивает пустой массив. Что за херня? Смотрите, и вот так вот, вот так вот, как ищейки, забуривайтесь, 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 ищите, и как правило, вы находитесь. То есть, очень многие, в действительности, этот алгоритм крайне простой. Да, то есть, вы знаете, что вот сюда должно приходить. Бля, а почему не приходит? Ставите где-то breakpoint раньше. Бум пришло. Почему дальше не идет? Идете вместе с JavaScript машиной и попадаете на какой-то чертов if, который, короче, не пускает дальше. И вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот вы должны идти. Значит, давайте попробуем с этим. Ну, давайте я, например, нажму step. Бум. О, смотрите, пошел куда-то. как раз удобно, что мы подключили, не минифицировали. О, а потом покажу, как решать проблемы с минифицированными файлами. Значит, давайте сделаем... и превращается в супер-супер компактный. Так, ну, давайте добавим какой-нибудь там мин тут. Я так играл, что добавил, что там она, библиотека, как-то экране, она вся вот вон, ну, я говорю, в одну строчку сбитну, но это не зашло, как-то скачал, для разработки. Ну, да-да-да, то есть ты мин-версию, там, jQuery.min. Да-да. А надо обычную, да, чтобы, если ты особенно не ориентируешься, понятно, когда ты уже все повыучивал, jQuery, он, в принципе, в своем поведении, он очень очевидный, нет у него каких-то неочевидных штук, то есть ты просто, у тебя вот дает пустой массив, что за фигня, просто смотришь на селектор, выполняешь, и типа, ну, этот элемент либо есть, либо нет, то есть, все крайне просто. Так, и давайте, например, вот, сделаем вот такую штуку, просто заселектим и сделаем each function и, а потом уже импульс. Ну, и, например, я не знаю, что-нибудь. И, например, там, не знаю, просто остановлюсь, чтобы не было. Чик, остановились. собственно, пример. То есть, у нас же идет сначала вызов, вот этот доллар, jQuery, потом он возвращает результат, и мы у этого результата вызываем метод each. Поэтому, если я сейчас сделаю, если я сейчас сделаю шаг, а давайте ради интереса, если я сделаю шаг, перескочил, не пошел в each. То есть, он выполнил функцию, вызвал each, и все, и ушел. Ладно. Жалко. Ну, ладно, тогда делаем вот так. Чик. Собственно, как выглядит jQuery в своем первозданном виде? Давайте, он делает new, собственно, чтобы создать экземпляр класса, FnE, init, собственно, селектор и контекст. То есть, мы можем использовать контекст, это типа, там, передать документ body, типа, внутри чего? Так, типа, селектор во всей странице, а мы можем сказать селектор, запятая, и какой-то элемент. То есть, внутреннего. Вот это такое. Значит, но мне это не интересно. В принципе, я могу сейчас сделать и степ, а могу сделать просто выйти из функции. А ну, выйти. Видите? Чик. Сейчас будем вызывать пич. Зашибись. Заходим. Значит, что у нас тут здесь? Видите, это jQuery элемент, у которого, вот, два инпута, кстати, очень удобно, что сразу можно видеть. Контекст. Это типа, в чем он искал? Тупо во всем документе. Length 2, Pref Object. Интересный, интересный прикол, это типа, вы же можете сказать, типа, jQuery body.find, там, div, .find, я не знаю, int. И в последней цепочке у Pref Object будет div. А у того div будет... А? Pref Object. Да-да-да-да-да-да. Вот, собственно, селектор, типа, с помощью какого-то, тоже удобно. То есть, вы можете, например, передавать просто объект, и там, типа, селектор, и что-то там дальше делать, какие-то фигни, и всякое такое. Собственно, прототипы, всякое такое. Холлбэк. Холлбэк. А, ну, собственно, вот этот холлбэк. Видите, он использует jQuery точка, и часы, типа, типа, почему-то так. Не знаю. Ну вот. Видите, и всякие, он, дела. Пробелы везде пишут. Что-то length, is array like, там, знаете, там, что-то, is array, object length, видите, кстати, какой они for пишут. То есть, они и определяют мне, а, ну да, потому что они тут и тут вязают. Lens, бла-бла-бла, холлбэк, равно файл, зэнбрейк, что-то, что-то, что-то. Короче, а, если я, если я выйду, то я уже выйду. А мне хочется все-таки попасть внутрь, внутрь моего вот этой штуки. Поставлю вот так, play, бум. Собственно, холлстэк люди, мы сейчас находимся в вызове анонимной нашей функции, и он показывает, видите, что предыдущие находятся вот в этом файле, на вот этой строчке. То есть, эту анонимную функцию вызвали вот. Вот он наш коллбэк, ну, это наша анонимная функция, вот как ее вызвали, через call, и вся херня. А как мы сюда попали? Мы попали сюда через вызов pitch. И тут все, вон, все эти дела, все можно проверить. Все рабочие, все переменные рабочие. А как мы сюда попали? Вот все. Очень удобно. То есть, например, вы попадаете в какую-то жопу. Типа, как я в эту жопу попал? Как правило, у вас список, вот этот коллстэк будет. От океана. От океана. И там будет джиквири, 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 потом об, об джез. О, это что-то мое. Знаете, вот, например, да, например, в нашем случае, вот сюда. Чик, клицнули. Типа, стопэ, вот тут, то есть, через вот этот, а что тут не так? И начинайте смотреть, а что, все электр какой-то неправильный? То есть, да, типа, откуда у жопы ноги растут, понимаете? Вот. И то есть, вот так вот, оно дает вам догадки, типа, ну, где проблема? То есть, с вот этой точки, строчки кода начинается проблема. Да? И вы, то есть, оно должно вас наталкивать, что дальше делать? Что, типа, блин, что-то с селектором не так, что-то с какими-то параметрами не так. Там, я вызываю метод, у кого чего-то не туда. И вот этот вам, ну, полстэк, вы смотрите, не мое, не мое, не мое, о, мое. Чейк, заходите, смотрите. Ну, вот, собственно, бум, смотрим этот. Кстати, смотрите, тут будут скопы. Сейчас у нас замкнутых переменных нету, но тут будут показываться, что из какого скопа есть замкнутые переменные. Сейчас покажу, замкнув какой-нибудь, и тут ее будет видно. Все наши breakpoint, и бла-бла-бла. Ну, собственно, подтверждая этот, и это ноль, input это in. И вот мы можем навести сразу, увидеть, что это за in. То есть, не как у нормальных массивов, что сначала значение, а потом индекс, у них сначала индекс, потом значение. это говно, оно с самых истоков тянется. Вот. This тоже input, кстати. Не нравится мне подход, когда люди используют, ну, типа, не параметр, да, в eachах, там, во всяких этих, а this, потому что, это вообще не очевидно, что такое this. Вот, что в for each, this, this, ну, типа, это весь, вот этот jQuery объект, двумя input, или это конкретный этот input. В этом случае, это конкретный вот этот input. Причем, это не jQuery объект, это чистая нота. И типа, ну, это, ну, это не очевидно. Вообще, заложить, если написать, что доллар им дужка здесь, или просто здесь, то есть, нет, доллар здесь, это, это твоя перемена. Ты ее либо создал, либо нет. Если я тут напишу, доллар здесь, то мне скажут, андефальный твари им. Нет, что доллара в дужках здесь. А, ну да. Это ты перетаешь в jQuery объект ZIS, и он тебе возвращает объект в jQuery, с которым ты дальше можешь что-то делать. Это понятно. Вот. Ну, ну, да, тогда ты четко понимаешь, что ты работаешь с jQuery. Но, снова-таки, в этом ZIS, это, ну, там два элемента, или один, или это window, что вообще за херкер? То есть, в массивах ZIS, это просто window. Ну, то есть, там вызывают, фух, просто так. вот, там нету контекста. А тут, они, конечно, сделали, но это, это не очевидно. Ты, когда пишешь код, даже если ты им уже пользовался, ты смотришь на этот ZIS, и такой, типа, а что такое здесь, знаете, типа, по-хер, вы знаете. А когда ты пишешь переменный input, то, блин, ну, это уже очевидно. For each input, input, то есть, каждый input. То есть, тут уже все очевидно и понятно. мы можем повызывать, что-то поиграться с этим input, я не знаю. Input, value. Причем, в чем кайф? в том, что когда вы тут пишете input. То он показывает вам реальные поля и всякое такое. То есть, там, этот, шторм, он же, типа, пытается догадаться, что там за поля было, да? А тут у вас реальные поля, и вы можете смотреть, изучать это, там, напишите там, мы можем написать, ну, так он не написан, надо консолидировать. и поизучайте его там все поля, что-то, что-то, всякое такое. Выходим, попадаем, вот видите, то есть, наверняка, по-моему, Firefox, со своим дебаггером, он просто пропускает всю строчку. А тут, он внутри строчки проходит по каждому элементу. То есть, смотрим на I, оно пока 0. Идем на следующую, I уже 1, I делает проверку I меньше length, да, оно меньше, идем дальше. Берем уже следующий элемент, бла-бла-бла-бла-бла. Снова сюда попадаем. И мы ее тут замкнем. Например, сделаем, не знаю, все, и тут. Ну, давайте, I плюс X. Не знаю, зачем. И вот видите, X тут нету, но есть кладжа, замыкание. То есть, английское название замыкание. Замыкание. причем, сейчас, если мы сделаем, если мы сделаем еще одну какую-то, самозывающуюся функцию, в ней сделаем какой-нибудь кварт ирик равную нас и два, в ней сделаем вот так, сделаем плюс Y, то видите, типа, кладжа X, это типа, из вот этого скопа, потому что одну скопу у нас определяется функцией. То есть, и второе замыкание из еще высшего скопа. То есть, если, например, я выйду вот сюда, нет, вот сюда, то тут, ух ты, тут есть замыкание Y. А тут его, в теории, быть не должно. А что, я могу тут использовать ирик? А, типа, он, он еще здесь существует, поэтому я типа, его могу замкнуть, могу использовать. Я думал, что если вы его тут не заюзали, нигде не написали, то вы его тут использовать не сможете. Но, видимо, можно. Ну, короче, такое дело. этот, возвращаемся вот сюда. И, видите, и глобальный скоп. Ну, в глобальном все на свете. Вот. Вот это вот очень удобно. Типа, понимать, ну, типа, откуда оно взялось, шутить. Там, вы видите, с одной стороны, знаете, это сейчас вы видите X и Y. Да. А в каком-то нормальном, у вас просто будет какая-то переменная сам. Откуда оно взялось? Я не знаю. Дело вот так вот. Кода вот туда-сюда. И вот так вот просто берете, типа, этот. Вот так вот ищите в замыкании. Типа, ага, оно интересно. не знаю. А он нам что-то даст. Сторис глобал вау. Копи пропорти пасс. И что ж ты нам скопировал? . Икс. Ну, типа, да. А у Y какой пасс? . Не знаю, что это такое, ребята. Я не знаю. . в объекте он совершенно не получается Точка? Нет, ну основная функция точка Y это очень быстро попеременная Что? Какая основная функция? Нет, если свойства запрессовать Y если бы X свойства в ходе X например определим не должен быть не, ну конечно Что же и функция если мы не имеем что? 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 А ну говори что мне писать чувак сейчас ты вложение уже все по кругу Не, ну если мы function не как expression function declaration Вот этой? Вот этой функции или какой функции? У нас сейчас три функции Во-первых у нас тут ни одной глобальной функции нету Вот этой? Вот этой? Какой функции? Ну любой функции Окей, делай вот этой О, все дадим ей имя Да, по-другому ее вывезли Окей ASD Вот так А если мы там ASD скажем точка Y Разве мы получим точную переменную игнорную указочение? Это же не пола функции это Чувак Какого хрена мы должны к ней получить? Это просто переменная внутри функции каким чудом переменная вдруг стала полем функции Откуда у тебя такая связь? Я просто видел, что если глобально будет сделать какого-то индийской игры Дааааа Ни хера чувак Ну блин не это потому, что прошлый раз я вам вам рассказывал а кто был последний раз что мало людей было я вам рассказывал про Wyss да да а вас не было и вы про Wyss это было последний раз не не значит был еще один последний раз да проверка знания не было письма а как же мы сюда аааа я туда поехал никого там всех подобрал и мы поехали сюда потому, что мы не смогли попасть в офис был закрыт а мне не было включения ну все решили попробовать если будет урок или не будет троих человек не было я пришла но у меня не получилось проверки ну да да ты написал надо было рискнуть а видео я не записывал а мне кажется не получилось нет это не получилось по регулярке нет по регулярке а потом мы просто даже не записывали ааа потому, что была проверка про сознание и я им втишко-внешко рассказал всякие классические штуки короче как работает во-первых вот эта херня работать не будет как работает windows фишка в в такой в конструкции with то есть например у тебя есть какой-то object у которого есть вот такие вот поля объект 1 там ERT 2 и вот это with ну типа с object то есть ты передаешь какой-то этот и внутри этих скобок ты можешь обращаться к полям этого объекта без объекта то есть ты можешь просто писать это у нас поля kve плюс ERT ладно видишь я вот так вот делаю чик он мне то есть он выкупает что типа переменной ERT это в действительности имя поля внутри этого объекта вот то есть вот есть такая штука она ее пишут что ее не надо использовать типа все дела и почему мы можем в действительности setTimeout вот эти все типа глобальные переменные в действительности это все поля window просто весь наш код он выполняется внутри конструкции with window мне кажется как только и всего любой код который ты выполняешь он запихивается вот в такую конструкцию и соответственно когда ты пишешь просто типа x равно там один то это воспринимается то есть без вар без вар вот это очень важно это воспринимается что ты хочешь создать поле внутри объекта smith и он попадает в window вот а соответственно весь другой код он выполняется тоже внутри ну из window и соответственно где-то в другом месте человек может получить доступ к этой x ну типа если бы наш весь код не выполнялся внутри вот так то мы потом где-то в другом месте могли бы ну либо with window x вот такая фишка вот и ну именно только благодаря вот этому что ты это есть в тестах всяких что пишут если мы где-то внутри функции сказали x равно что-то то типа вне этой функции как мы можем обратиться к x и мы можем сказать просто x равно мы можем сказать window.x равно мы можем сказать window.window.window.x почему потому что внутри window есть поле window которое ссылается на само себя и поэтому мы можем говорить window.window.window.window.window такой раз и потом x и это сбивает людей с толку типа что за херня что за window почему мы тут всего лишь типа объявили переменную мы всего лишь объявили переменную и вдруг она короче появилась в дохерамес а фишка именно вот в этом виз и через вот этот виз например делаются всякие темплейтеры типа ты пишешь просто там ну то есть ты в строке написал какой-то html и там типа переменная там вывести какую-то переменную а пользуешься ты как что вызываешь функцию и передаешь объект где поле переменной равно значению и типа каким чудом тут это было поле переменной а в темплейтере оно стало типа переменной а фишка в том что эта функция она берет этот объект вызывает его субиз и все поля внутри этого объекта становятся внутри этого субиз и ты можешь к ним обращаться как переменной то есть вот везде где ты видишь что ты вызываешь объект а внутри юзаешь типа переменной то вот надо знать что она работает субиз очень прикольная тема вот ну типа да в коде то есть ее нужно использовать только в либо то есть там где вот тебе нужно чтобы вот типа пользователю было чуть удобнее чтобы он не писал везде там типа какие-то этот а как-то удобнее ему быть вот соответственно ну вот вот эта херня нету никакого объяснения каким чудом перемен там показала точка x и аналогию сразу провел ну вот да чувак ты провел аналогию которой нигде никто не говорил никто не говорил понимаешь то есть тут тут не так что если не запрещено значит разрешено понимаешь тут такого нету вот поэтому вот это вот такое такое не работает ну и это было бы абсолютно неправильно ты создаешь функцию и каким-то чудом люди ну которые пользуются вдруг могут менять значение что за херня вот да и вообще это бессмысленно в том плане что функция она одна а вызывать то ее параллельно можно сколько угодно раз а получается что должно быть а из дыгрек это значение игрека вот вот когда мы тут вызвали функцию или тут мы их же можем вызвать как-то параллельно все это бессмысленно абсолютно вот 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 так вот значит значит у нас есть замыкание все дела снова такие шаг пройдем волью увидели результат все замечательно можно просто play попали снова на вот это что-то дальше делаем 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 вот 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 эта кнопка это просто по-быстрому деактивировать все брейкпоинты правда мне она немножко не очевидна я бы воспринимал что вот ну типа видите это точно такой же рисунок как брейкпоинт да мне кажется ну вот когда она горит синим то я воспринимаю что и это горит синим то есть она включена то есть она показывает текущее состояние а она нет она говорит что с нее сделать то есть включить а вот это показывает что сделать выключить а мне кажется ну что наоборот надо показывать текущее состояние выключено сейчас выключено как-то не знаю как-то неправильно вот это сделали типа вот эта кнопка очень классно в разработке без нее не останавливаться на на исключение то есть когда например вы типа пытаетесь вызвать вызвать как функцию там если я вот тут сейчас попытаюсь вызвать x как функцию то есть она у меня выкинет что x из another function да вот без вот этой фигни без вот этой функции вот этой херни он мне просто он просто мне покажет ошибку что uncut type error то есть не словленная код ну типа catch код x is not a function и просто покажет в какой точке но выполнение это уже улетело я все я не могу посмотреть почему оно там не пальцем да то есть ну один выход это вот так вот делать да типа ставить breakpoint перезагружать останавливаться смотреть да но так ну типа заранее не знаешь поэтому вот эта штука у вас всегда должна быть включена и что происходит просто перезагружать и она сама останавливается причем причем ну типа ну типа состоянии ну в текущий момент javascript машина понимая что это не функция и она вот остановилась еще ничего не поломалась она просто знает что вот это сейчас сломается перед моментом, а ломб, знаете. И вот, вот, pause it on exception, type error is not a function. То есть вы тупо останавливаетесь, и вот эта штука всегда включена. Вот так вот. И вы такие, типа, в повседневный день дум, у вас все останавливается, и вы говорите, что за хер. Типа, оба-на, а что тут такое, is not a function, смотрите, чему у вас x? x, x11. Типа, а, типа, оно, типа, вот так, типа, а что за херня, типа, и начинайте ковыряться. И начинайте, этот, ковыряться, изучать, что за, как, как я вообще сюда зашел, типа, а где вообще эта x объявляется, как она сюда попала. Знаете, начинайте, начинайте, типа, окей, я зашел сюда, отсюда вот сюда, типа, блин, а тут же надо было передавать этот x, а я его не передал. Типа, знаете, еще какая-то херня. Вот это вот очень удобная штука, останавливаться перед ошибками. Потому что вы можете просто, вы знаете, работать, и там какие-то там, знаете, например, оно вот, вот это вот красненькое, оно валится, например, там, типа, не найдена картинка. Ну, блин, контент-менеджер какой-нибудь не залил какую-то картинку, тег добавил, картинку не добавил. И вы уже потихоньку не обращайте на них внимания, на вот эти ошибки такие, знаете, типа. А оно, блин, оно у вас валится там. Поэтому вот это дело, оно, да, очень удобно. Пауза. А, пауза, он, он cut expression, он cut expression. Во! Останавливаться на словленных ошибках. Это trycatch. Вот это trycatch, это такое дерьмо. Когда кто-то за вас ловит ошибки. Знаете? Вот. Это особенно вот сейчас, этот, это моя Катя, это с реактом. Он, типа, ничего не валит, он просто, типа, там, тебе в консоль выплевывает что-то, что, типа, ой, ты вот где-то у себя в коде ты что-то неправильно сделал. И, типа, ну, в таком-то классе, конечно, где-то, который состоит из 100 строк, где-то ты там что-то неправильно сделал. Блин, чувак, а ты можешь просто вот как-то вывалить ошибку, чтобы я вот так вот по степам вернулся и увидел эту строчку, где что не так? То есть, знаете, ну, вот, типа, окей, просто прошелся бы и увидел, где вот, окей, ты тут сказал там return, ну, что не так? Ну, типа, да, я сам пойму, где. Нет, он все словил и просто что-то не так. Давайте попробуем. Если, да-да-да-да, вот, например, вот эту штуку и запишем. Вот такое, это вообще муданство редкостное. Типа, знаете, он словил и все, то есть, ну, вообще ничего, никаких ошибок, ничего. Он даже там не концулило, ничего, просто. Если что-то пойдет не так, насрать. Так, давайте без, давайте сначала без вот этой штуки. Чик. Никаких ошибок. Все зашибись. Все работает. Ход идеальный просто. А у нас, ну, включен, а человек выключен. У нас выключен. Выключен, выключен, выключен. Все зашибись, даже не подчерк, ничего. Просто код опигенчик. Классно работает все время. И ничего же не ломается. Давайте попробуем вот эту херню. Бум. А, это что-то он валит. Paused on exception. Failed to execute query selector or on element x. Is not valid selector. Хераси. А, видите, опера 10.11 does not throw on post comma invalid pseudos. А, видите, видите, вон какие-то типа. Суппорт E8. Enforce gain sensitivity of name attribute. Вы шарите что-то? Firefox 3.5. Enable design. Кроссбраузерность жесткая. Суппорт Windows 8 native apps. The type name attribute. Ни хераси люди. Смотрите. Суппорт Safari 8. iOS 8 Plus. Ссылка. InPage. Selector. Боже мой. Суппорт Chrome 20. Меньше 28. Суппорт E8. Суппорт E8. Ну, пофигу. Дальше. Что тут? Matches. Тоже что-то не то. О! Зашибись. Здесь. Видите? То есть, он все равно его слоил. Даже если кто-то его... Pause it on exception. Ну, видите, когда вот эта все-таки штука включена, то сначала пробежитесь в библиотеке специально. Там что-то валит, валит. В каких-то местах. Типа ок, 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 ок. А потом... Ну, такое может быть очень часто. Ну, то есть, вот я в основном вот это отключаю именно за jQuery. Потому что он начинает. А когда это минифицированный вообще... И дальше мы уже типа что-то делаем. Так. Следующий прикол. Давайте. Редактирование внутри кода. Значит, например, у нас там будет pattern. тест. Клик. И, например, тут у нас будет просто там клик event. Ну, я просто остановлюсь вот так. А, тихо, у нас нет теста. тихо. Тихо, вот здесь. Там. Мы каждый раз останавливаемся, как сюда попадаем. Вот. И, например, там что-то делалось. Да. Что-то попадало. вот это и мы берем например у нас ничего собственно не делается например я пишу эти подсказательный знак change the file was not saved to the file system есть зерочка что типа он весь такой если вы видите бежевенький стал ну я могу убрать вот это все то есть например ну в чем фишка во первых у вас например может быть во первых могут быть какие-то замкнутые перемены знаете там во вторых вы например в чтобы дойти в это состояние до вот этой кнопки например то вам надо каждый раз например залогиниться перейти на какую-то страницу что-то придет куда-то чего-то и вы как-то сюда попали знаете если каждый раз перезагружать именно страницу то это реально сдал бы в некоторых приложениях вот это вот зайди т-3 пире проверить бы неDear password был переписали снова перезагрузили тын-т3 это реально задал бы так если вы знаете какое-то решение вот тут прямо его взяли написали проверили не работает снова написали проверили не работает переписали на чик парове о на конец заработал ну если ты перезагрузишь то обратно естественно локальный файл ничего не загружается не 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 можно вот тут вот сразу это дело настроить без плагинов ворк плейс тут можно добавить фолдер но она она не супер рабочий я пытался то как-то так косо криво получается если честно пока это новенький не 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 просто проблема в том что не всегда вот то что ты видишь оно в действительности где-то там на сервере есть очень сложно сказать связку типа что ну это же в действительности просто хттп путь да он же может быть какой угодно мы можем настроить так свой сервер потому что он просто по урле слэш тэш будет отдавать нам ап.js нету никакой четкой зависимости то есть вы делаете запросы сервер а сервер уже что хочет и отдает да там тут он лежит тут а в действительности он у нас лежит в что-то там что . ну да 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 то есть но в рабочем не она не сильно помогает вот ну вот отредактировали control с делаете мутить еще один прикол вот это вот тоже очень удобно reveal и навигатор чтобы быстренько найти этот файл ну типа он у меня тут по простому а так он может в джесс контроля что-то юзерс и там знаете зарыт где-то хрень знаете очень удобно вот значит как словить например вот вы не знаете вы короче нажимаете вот что за херня откуда это происходит да и ну типа вы не знаете наверняка откуда это откуда это берется или даже нет даже хуже а или подождите можно слабить а ну break on не 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 вот например смотрите вот такой один из частых примеров когда мы например берем я вот тут вот скажу тест . тоггл а у него нет тоггл класс тест смотрим видите да то появляется то исчезает и вы такие кто это делает кто это делает ну то есть наверняка сказать нельзя кто это делает да кто блин забиндился знаете что мы можем сделать мы можем сделать вот так вот break on вот во первых он тут отображается посмотрите дом break point по-моему если я на него все сплиться вот он может его может убрать и все галочки вот и в соцах после дом break point ведь показывает элемент и что атрибут модификает то есть когда изменяется атрибут ну и собственно что мы делаем бом-бом-с останавливаемся крин знает где и вот этот пример смотрим оп что-то знакомое видите вот стек видишь да дай типа ищем ну да то есть ну да то есть ну и сюда переходим чик сучка знаете видите да вот она где зарыто и смотрите как правило это какой-то ваш знакомый код или чей-то код и вы подходите и типа чувак какого хрена кто тебя просил вообще да пошли выйдем или еще то есть бум мы не знали мы просто знаем что вот что-то меняется что за херня происходит бумсы и мы нашли где это легко и просто можно пойти еще дальше если какая-то мудачина например делает не меняет атрибут а например просто вставляет там html да какую-то фигню ну например сделаем вот так чтобы она пассажировалась мы сделаем html плюс х плюс плюс так все знают что такое плюс х плюс плюс да шо это называется инкремент нет не итерация а ну да что будет плюс что в первый раз будет не а дальше если то есть сначала а плюс плюс х да ну это унарная операция что мы сначала или возможно не унарная не знаю плюс плюс мы сначала делаем инкремент присвоение его х а потом х возвращает собственно результат а х плюс мы сначала возвращаем в значение текущей х а потом присваиваем ему на единицу больше вот ну соответственно сейчас у нас атрибут ничего не поможет нам ну да ну там там по сути там по сути плюс плюс и и плюс плюс не по фигу он же он же инкрементит а потом сравнивает то ну то есть это плюс плюс это только в этих ну то есть там же можно писать и плюс равно один или и равно и плюс один то есть там там неважно это и тут же никуда не возвращается то есть видите остановка на атрибут модификации модификации нам не помогает вообще да значит как можно сделать мы говорим break on sub3 modification то есть sub3 под дерево модификации ну атрибут модификации мы можем убрать и а блин это просто текст блин с просто текстом западло это если бы он делал ну если бы он в теге вот если в теге то сработает ну а тихо какой нибудь там б а сейчас узнаем оп остановился собственно можно посмотреть как это делает jQuery и снова смотрим ищем находим наш код jQuery jQuery все пошли ну и последнее там это node removal то есть одно дело когда просто меняется как-то содержимое а другое дело когда удаляется какая-то хотя нет node removal когда конкретно этот button удалят то есть sub3 modification это когда внутри удаляется добавляется что-то что-то меняется а когда вам ну типа нужно чтобы конкретно эту кнопку если ее просто берут и это удаляют то вы это ну вы это не словите эту херню sub3 modification типа да то есть как это дело отловить соответственно нудрым угол все все понятно вот это тоже очень удобно и вы помните дом breakpoints все они вот удобно глобал глобал даже не знаю что такое вот это тоже xhr breakpoints последнее ну вот это все это когда вы работаете с чужим кодом но это вам может помочь то есть вы приходите на чужой проект и вы не понимаете откуда там пример делается а як запрос ну давайте сделаем я не знаю куда-нибудь ну например да там ну там и там что-то делать не знаю да то есть как это выглядит смотрим на network xhr и вот так типа знаете он и он может быть не по клику он просто валится и валится знаете и вы такие что за перня где это происходит что мы делаем вот все у нас xhr breakpoints нажимаем плюсик и мы можем указать паттерн то есть можем сказать вот так вот кве да что он нас содержит начинается там это а можем просто вот так вот enter и any любой xhr запрос любой остановится собственно лобысь чик вот как он кстати делается все дела и снова кто его делает смотрим бэээ чувак ну ты мудар то есть знаете просто any типа если вы не знаете там что там у него за урла или она постоянно меняется знаете просто валится и валится может это какой-то там баг может это где-то просто знаете скрипт какой-то добавили который отправляет куда-то там бэкдоллар или еще какая-то херня просто остановились и посмотрели ну все xhr breakpoints вот 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 это вот все вот эти вот аяксовые дом пауза on exceptions cut exceptions и в принципе ну вот зарывание функцию и сейчас еще последний покажу как с минифицированным файлом и этого уже достаточно вот чтобы вы приходите на проект вы не знаете вы не знаете как элементарно вы не знаете как люди правильно делают аяксовые запросы да то есть какую библиотеку подключать что там он делает ну вот типа не знаете но вы знаете как делает это кто-то другой да и он вам рассказывает не больше вот и вы просто делаете stop on xhr этот запрос и просто заходите и смотрите вы даже не знаете где его ход вы заходите и смотрите как он это делает типа ага он что-то подключает и я так попробую то есть просто вот смотрите как типа блин а как он сделал чтобы оно удалялось то есть возможно это не ошибка возможно вы просто хотите увидеть как он это удаляет чик остановиться посмотреть если тут ничего нету ну блин значит где-то это вообще делается то есть если тут вообще нету вашего ни одного знакомого файла то скорее всего это где-то какой-то set interval set timeout или еще чего-то там и и оно вообще там делается какой-то библиотекой как-то блин через конфигу какую-то хрен знает какую вот ну вот это вот в начале оно очень помогает на чужом проекте зайти и просто понять откуда ноги у чего вообще растут вот ну вот они тут все есть и все дела возможно даже а нет там проект надо оставить вот значит последнее это минифицированные эти давайте вот это удалим значит последнее это как минифицированный файл сделать jQuery наверняка .min а ну-ка работает значит значит ну например я поставлю тут breakpoint хлобысь смотрим заходим шо пааааааа шо с этим делать шо с этим делать есть вот такая кнопочка pretty print дайте ему время конечно все еще не сильно понятно но с этим уже можно работать знаете то есть это уже например можно смотреть значение каких-то переменных да там вон он таргет счета там но это кое-как ломая голову но это как-то уже можно вот что-то с ним что-то сделать знаете оно вот все в одну строчку но помогает то что мы можем степать по строчке оно все в одну строчку эти все переменные непонятные вот помогают вот тут значение вот этих перемен да там вон какой-то селектор замыкание вон но всего до хера то есть сложновато знаете ну тут помогает то что они названы а b c d типа 1 2 3 во и кое-как в этом уже но тут имейте ввиду что 200 этот формат это видите есть вот тут а есть уже формат и кое-как как-то с напрягом но можно понять почему именно вот в этом минифицирован файле что там куда там чего там как-то чего-то чего-то чего я например там дорывался что идет вызов короче переменной которая в какой-то момент становится undefined типа она функция 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 а потом в какой-то момент она становится undefined то более-менее в принципе знаете там не было вот вот так вот вот там такая вот небольшая функции там было было понятно что что вот кое-как скрипя зубами но это уже не то дерьмо уже более-менее и вот тут вот что-то можно например типа ну собственно вернуться вот сюда и например сделать степ а но он отсюда вышел окей и что-то тут он сейчас и замедлить удобно потому что методы не сокращаются типа шо ты делаешь ты вообще сейчас сюда зайдешь или не зайдешь знаете типа окей пошли дальше вот этот вайл вот этот вайл смотрите пост диспатч типа опана а шо такое пост диспатч что такое у нас оптика ха это какой-то омпик тригер ну типа думаете о какой-то пост диспатч типа а ну давай что такое джеквири там джеквири пост пост диспатч пост диспатч и там такие диспатч эванс хау тут че-то че-то тригер дайте начинаете рыться типа блин то есть он там что-то проверяют что-то делает он а кстати заметьте запятая ары зал после то есть он вернет мне вот результат не вот этого выражения а вот этот ары зал зачем это было вставлять перед ретерном но так вот сработал минификатор что типа все вот так вот так вот так вы же можете написать ретерн а запятая б запятая ц и он просто вернется это называется слишком умный код типа что через запятые мы можем что-то делать ну типа это как вар а запятая б запятая ц то есть вы при определяете одним выражением типа сразу три через запятую вот ну так вот это с этим уже можно как-то можно сделать вот дата зис эванс вот кстати типа как кстати узнать какие повешены были клики на это она что-то н н это ага это сам джеквири н это сам джеквири наверно его азиз азиз это наш батон ведь типа как узнать но можно сказать джеквири . нижнее подчеркивание дата типа нижнее подчеркивание это значит что приватный типа нигде описание этого метода нет и мы получаем объекты тут что на на эту кнопку навешан клик и тут какие-то штуки дата хендлер смотрите как можно если мы скажем . клик . нет это это у нас массив 0 . если мы клик с ним правой шоу-фанкшен дефинишен то есть знаете типа кто-то клицает узнать просто что ну если сейчас навешу еще один какой-то клик дату там то собственно в этом еще появится еще один элемент массива в кликах то есть например так по body можно определить какие там на нем события но это не задекларированная вот этот метод соответственно в следующих версиях джеквири он может пропасть но если вы всегда работаете с одной и той же версии то вы очень легко можете узнать типа какие события навешаны на какие элементы ну типа зная элемент можно узнать его эти а такие штуки атака от херня малятор типа это то есть знаете вот так вот блин дорываешься дорываешься шоу где не так работает и вся херня вот значит ну вот это наверно все могу потому что с настройкой по-быстрому подпажить шторм точнее нодовское приложение оно сейчас так вот у нас есть и тут что-то тест тест текст а это я уже для себя ты сделал это я уже свои тесты делал а вот я не вспомнил что я говорила тачмент типа послать хедеры сейчас сэнд файл лисен 30 так это нам не нужно как подэбажить тут простой этот как подэбажить именно нодовское приложение да а можно можно экспресс можно еще что-то попроще значится веб шторм вот тут фигня есть нажимаете edit configuration ну предположим вот этого тут нету да вот вы увидите вот такую фигню нажимаете плюсик выбирайте нод.js ну как-то называйте его там у меня там индекс значит выбираете версию ноды у меня тут установлено их несколько выберу вот эту 54 вот указываете индекс.js ну типа какой нужно будет дебажить и все и ок и теперь я могу поставить например вот тут вот breakpoint вот так вот а вот тут запустить этот файл можно запустить просто а можно в дебаг режиме чик бум хуяк и у вас тут все ваши скрипты так у меня должна а где моя переменная вот моя переменная сервер показывает что это функция у которой есть наверняка get где-то вот это вот вот это метод get и все дела ну и все то же самое это у нас шагнуть на следующий но он уже шагает по строкам то есть он не заходит внутрь форсить внутрь форсить это если вызов пойдет ну обычный вход это если ваш код то есть это ваш код это где-то внутри вашего проекта а у меня сейчас вот это get это он же будет заходить внутри ноут модуля поэтому это надо форсить типа нет зайди ну типа все равно заходи выйти и вот это еще тоже прикольное run to курсор типа ставите просто курсор и говорите run to курсор и типа он на этом месте слушает если вам нужно просто поставить а потом вы ее уберете то так все удобно значит выполнить код можно через вот эту штучку то есть нажимаете вот эту кнопочку ну и вот там например сервер нет 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 Tend not read property lanes результат нет да я result это функция get result undefined то есть в этот момент времени вы можете делать все что хотите удобно штука все дела тоже как его шаги откуда это все вызывалось чик 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 так возвращаемся сюда watcher и тоже плюс и что-то какой-то там сервер показывает что это функция и так далее там вот все кстати переменные это как аргумент дерней типа путь к текущему директории текущего файла и собственно полный путь к текущему файл это есть в каждом файле например если я сейчас зайду внутри гетто а это потому что не знаю не показывал но если мы сейчас скажем файл файл нами зады файл а как там из над дефоли типа ее замкнуть надо было еще тут она есть важный день а тут нет хрен знает в теории должна быть если вы напишете то должна вот собственно смотрите как она все работает вся вся фигня очень удобно остановить этот соответственно я могу сделать вот так поставить дебаг все дебаг режим в дебагере еще нету заходим на какой он на трехтысячным говорим local cost 5000 как вы сюда пришли что у вас есть реквест и смотрите что в действительности есть реквест метод методы вон там прототайп инкамин месседж что это прототип все дела все зашибись он он метод геев оригинал уру тут наверняка где-то хедер есть хедерс видите хост бла 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 какие еще он там прислал все на свете все есть все классно все пошел 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 а я вам не рассказал последнюю штуку брэкпоинты с условиями то есть можно ставить обычные брэкпоинты например если у вас цикл какой-то огромный и вам нужно например чтобы он остановился только когда и равно там 53 нажимаете правой иди брэкпоинт и пишем например ну какое-то условие не знаю это x равен нулю а равен нулю пробуем а x не замкнута наверное из-за того что x не замкнута ну давайте давайте вот так сделаем когда доллар раз два три jQuery проверяем ну короче вы мне верите да что доллар действительно равен jQuery соответственно ну там play если я скажу когда x ой доллар равен одному соответственно не работает то есть удобно ну и соответственно все равно то есть у вас какой-то цикл у вас задолбалась дальше 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 вы просто ставите условие что когда то-то то-то равно тому-то и он сам останется там где может или же у вас например вообще не понятно когда вот была такая тема что валится ошибка вообще в непонятный момент просто в какой-то момент это переменность равно минус 1 и вы просто не знаете просто внизу и вы ставите breakpoint ставите когда x будет равен минус 1 просто знаете и в какой-то момент он бум и у вас и вы такие назад 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 а что такое как этот x там минус 1 назад 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 и все очень удобно типа поставили например не знаю поставили условия и забыли все в какой-то момент бум то же самое и тут все condition тоже пишите x 1 там ну правда он тут не показывает что на нем что-то есть ну вот этот condition можно отключить ух ты suspend enable прикольно да список вот тут чик минус неудобно все сдобавьте ногу как хотите а а а сейчас быстро последний хардкоровый вариант а уже есть ой 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 последний хардкоровый вариант дебаггер да 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 но без без шторма так cd project и мы говорим ну нод деб баг а тест джес оп то есть и вы сейчас можете там посмотреть то есть он остановился на на фс там посмотреть что такое фс а это какая-то хрень по-моему list 100 нет это что-то нету сейчас забыл как там дебаггер сейчас значит command references stepping breakpoints ой все кстати set breakpoint on current line просто вызывайте вот такую дебаггер информ о а сколько их надо list типа 100 вниз и смотрите что там оно тихо а list 5 watch expression так и run restart сейчас а как там а вот continue execution source оп оп что-то пошло что-то пошло выполнять ну это мое что-то там я в консоль что-то выприлел но я думал что бы он остановился а ну типа step next and надо было нажать и что там acquit pause pause round code step out короче control c еще раз знаете хардкоровый вариант но тоже тоже рабочий вариант знаете то есть он показывает там все дела то есть где чего я так я одно одно говно так нашел что типа блин зарылся куда-то так далеко и и пофикс так что такие дела все и и и и